Бесполезно, ты недостоин, все такое. Вот итог. Вот он. А я думала, он не для меня, если честно. Ну, то есть, как бы, он мне нравился, как парень, как... Но не было такого ощущения, скажем... Что он адекватный, я странный человек. Что он именно мой человек, вот, который, вот, моя вторая половинка, потому что, во-первых, да, он очень сильно много, он очень много говорит. И поэтому... По делу. Но, на самом деле, меня это в нем привлекло, по большей части, в Польше уже. Женщины. Как мы познакомились? Ну, мы учились на одном факультете. Руся был на втором курсе, когда я была, ну, соответственно, над первым. То есть, я поступила на год позже, чем он. И начала сразу активничать в университете. А он уже заядлый активист факультета был. Разве? Ну, по большей части, да. Ну, ладно. И мы уже как-то начали общаться. Но спустя, наверное, года полтора мы только начали встречаться. У нас был очень маленький такой домашний факультет, и поэтому там все со всеми общались. То есть, это было нормально. Там, ну, 200 человек, это все потоки. И, в общем, все-всех знали. Да. Почему мы так быстро? Мы, кстати говоря, даже на волейбол ходили вместе, на какие-то разные мероприятия. Но, ну, как бы не обращали друг на друга внимания, вот как на свою вторую половинку. Ну, я человек такой, на месте не сижу, и обычно каждый год я собираю всех у себя, ну, как раньше это было. А тут что-то как-то народу было мало, все поразъехались. Ну, и я Женю позвал. Говорю, приди, Женя. Думаю, мало ли вдруг получится. Ну, сам не поверил. Женя сказал, конечно, ты что, так, вскользь. А в итоге, бах, приехала. У нас была веселая история. После того, как мы с Женей начали встречаться, ее потеряли родители. Потому что, как бы, Женя утром ко мне приезжает, и поздно вечером привожу ее домой. Ну, как поздно вечером, было даже к часу, к двум ночи. То есть, у нас там даже истерики были. Да, мы очень много времени проводили вместе. Да, и как бы поняли, что это для нас самые хорошие условия, когда мы все время рядом. Я просто очень активный, да, и не в меру. А Женя, она нормальный человек. Вообще, мы, на самом деле, очень похожи. У нас очень много схожих. Когда уже пожили вместе, когда уже, ну, как бы, тут уже понимаешь, что мы действительно очень похожи. Родители даже говорят, что вот, действительно, вот как говорят, муж и жена одна, сатана. Первый раз, когда мама Русина меня увидела и сказала, что вот, как она похожа на тебя. Я отвечу очень неправильно сейчас. Все женщины скажут, злодеясь, и такое, больше всего Жене мне нравится то, что она Женя. То есть, мне нравится все, что в ней есть, и я не могу что-то отдельно выделить. Я, конечно, первым делом ценю в нем, вот, знаете, вот, коммуникабельность. Самое, что интересное. Потому что он очень коммуникабельный человек и может в любой компании найти себе друзей, знакомых. Я, когда готовлю какие-то сюрпризы, я бешеный параноик. Я на выходе забыл кольцо. И, в конце концов, предложение Жени я сделал здесь. Ну, при родителях, собрали всех родителей. Я хотел, да. В семейном кругу. В семейном кругу. За ужином очень все было, ну, на самом деле, как я хотел. То есть, хоть и было вот масса вот этих красивых мест, где мне бы тоже действительно, естественно, понравилось, но, вот, мне кажется, вот этот вот вариант был лучше. Я этого очень долго ждала. То есть, ну, как бы, конечно, я его сразу обняла, поцеловала. Я всем говорил перед свадьбой, что я очень сильно хочу того момента, когда это все пройдет. Потому что, ну, я считал, что, как бы, свадьба, это обычно, ну, скучно. То есть, как это выглядит. Идет гулянка, все пьют и сидят, жених, ну, господи, как правильно, муж с женой уже, да, сидят и такие ждут быстрее бы деньги посчитать. Вот. У нас к концу вечера я просто, я уже не хотел уезжать. Говорят о том, что после свадьбы, как бы, отношения у людей становятся хуже и хуже. Все это в раке, заявляю напрямик. Обертка поменялась. Раньше мы просто друг друга поддерживали, как парень с девушкой, а теперь, вот, у меня есть жена, я ей горожусь. Моя жена, это моя главная опора, как бы, всегда всем говорю, что если бы не Женька, то многие какие-то вещи, которые я хочу придумать, я бы даже не решился. Я муж, это моя жена.